Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравого смысла. С вами Руслан Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Источники позитива белорусского правительства». И Кабинет министров, и Национальный банк, и Лукашенко отчитываются о итогах работы экономики в первом полугодии. И, конечно же, их реляции звучат очень победно. В этот хор добавился Национальный банк, который сказал, что на самом деле у нас вообще дела очень хорошо, инфляция снижается, курс достаточно стабильный, банки выдали почти 56 миллиардов рублей кредитов, что на 80% больше внимания, чем в 2022 году в обычном периоде. То есть вроде бы можно расслабиться и наслаждаться экономическим ростом. Это победные реляции написаны как будто под копирку, пропагандистами. Но давайте посмотрим эти цифры немножко поближе и посмотрим, а есть ли в этом хоре позитива, который одобрен белорусской власти, какой-нибудь негатив. Есть ли какие-нибудь данные, которые говорят о том, что нужно, собственно, напрячься, что этот рост может очень быстро прекратиться. Понятное дело, что Беларусь действительно зарабатывает на войне России с Украиной. Она обеспечивает поставки в Россию всего того, что Россия по совершенно очевидным причинам не может сделать сама. Отсюда и государственные российские кредиты, и заказы, и многочисленные десятки регионов, которые едут сюда, в Беларусь, за всем, что им нужно. И, конечно же, это не может не вызвать спрос на белорусские товары. Но, опять-таки, как только завершится поражением России война, как только Россия перестанет давать деньги, весь этот большой пузырь, который себе надулся, он сдуется. И Национальный банк это прекрасно понимает. Поэтому он говорит о том, что в этой ситуации и вот 2% роста ВВП в 2001-м полугодии 2023 года были получены за счет роста промышленного производства, безусловно, Россия, и за счет роста инвестиций. Понятное дело, тоже Россия. Это все нацелено только на один рынок, то есть все яйца в одну корзину. Но есть одно условие, о котором говорит Национальный банк, и о котором необходимо нам проговорить. Весь этот рост станет устойчивым, станет еще больше, то есть выйдет на 3-4% только тогда, когда в Беларуси будут реализованы, внимание, окупаемые, эффективные инвестиционные проекты. И вот есть очень серьезная проблема с тем, чтобы именно такими были проекты, которыми руководят чиновники уровня национального, регионального, а также министерства, холдинги, концерны и все прочие распорядители чужого. Чего-чего, но эффективности от них уж точно не дождешься. Их нее не было и год назад, и 10, и 15 лет назад, потому что они не думают про эффективность, они думают об освоении ресурсов. И сколько бы об этом ни говорили в ЗАО «Семья», сколько бы ни садили людей, ни стращали, ни увольняли, она, эта самая эффективность, просто так не возьмется ниоткуда. Потому что для эффективности нужно не только быть красным директором, нужно также еще быть собственником, включить мотивацию сбережения, включить мотивацию сохранения ценностей. И, понятное дело, отвечать перед акционерами, перед собственниками за конечный результат. А перед кем отвечает, например, министерство промышленности? Перед кем отвечает аграрная оборона из МИИ, сельхозпрода или другого любого министерства? Вот меняет Лукашенко министра, жилищно-коммунального хозяйства поменял, министра строительства поменял. И что? Что-нибудь поменяется? Да как, грубо говоря, барак А меняется постельным берьем с бараком Б. Ничего принципиально в этой системе управления не поменяется, совершенно очевидно. И вот Лукашенко и правительство, Национальный банк, они просто в этой системе координат пытаются сделать какой-то баланс. И, конечно же, где возможно постимулировать экономический рост. Вот зарплата средняя по стране уже почти 2000 рублей. Грязными, понятно, но все равно 2000 рублей в условии, когда курс не так уж сильно припал, а инфляция замедлилась. Это может показаться для многих действительно успехов. На языке экономики это называется стимулировать потребление. Россия помогает стимулировать инвестиции, ну а белорусские власти при помощи совершенно очевидных инструментов стимулируют потребление, повышая заработную плату существенно выше, чем растет производительность труда. Какие еще источники роста есть? Ну и естественно ищут нефть, естественно надеются на хороший урожай. Я думаю, что те инвестиционные проекты, которые задуманы в ВПК, тоже очень, кстати, будут белорусским властям. Мы видим, как существенный вырос экспорт, опять-таки, благодаря России. То есть все эти параметры говорят о том, что белорусские власти правдами, неправдами, всеми возможными средствами хотят вцепиться в остатки российского бюджета, российского финансовых потоков для того, чтобы хоть какую-то часть себе откусить. А что будет потом, точно не думают. Поэтому никакие стратегические здесь ориентиры не нужны, не важны, какие бы там среднесрочные на 25-26 год мы прогнозировать не можем, потому что есть факторы, которые могут не то что чуть-чуть приостановить, просто обрубить вот ту траекторию, на которую сегодня находятся республики Беларусь. До конца года будет сложнее, но если, опять-таки, подчеркиваю, белорусская модель сохранится, вот свое развитие в хвосте российской, нацистской экономики, конечно же, те 2-3% роста могут быть. Но это мой рост, на котором зарабатывает 3-5% населения, небольшая крупка предприятий. Ну, а всем остальным достается, понятное дело, и дотации по жилищно-коммунальным услугам, и по транспорту. Собственно, все то, что Лукашенко продает людям вместо свободы. Вы получаете от меня дешевые ресурсы, вы подмечаете от меня жилищно-коммунальные тарифы, которые дешевле, чем в Европе, вы получаете от меня бесплатность, деклариум, понятное дело, образование здравоохранения, а я вам даю, а вы мне даете тотальную лоенность и покорность. Вот такой специальный социальный договор, который сохраняется, он трещит в швах, но пока еще держится. Но уже на горизонте видны те события, которые могут произойти и обнулить этот самый социальный договор. Так что инвестиционные и валовые показатели могут быть ничего, но это ничего, скоро превратится в ничто. Друзья, спасибо большое за ваше внимание «Экономика и здравоосмысла». Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живе Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!